Доброе утро, коллеги! Уже страшно за вами скучаю. Мы находимся в городе Герой Смоленск, где проходит 16-й фестиваль молодежь за союзное государство. Мы находимся на открытии кладезь талантов, кузницы союзного государства сегодня для смоленской публики. Вот уже в 16-й раз фестиваль собирает талантливую молодежь из разных уголков дружественных стран. От Несвежеда Новосибирска, от Санкт-Петербурга до Могилёва. Талантливые исполнители музыкальные и хореографические коллективы обмениваются своей культурой и опытом. За все время существования фестиваля он проходил в разных городах. В 2023 году он проходит в городе между Минском и Москвой. И несмотря на то, что Смоленск – город России, он нам настолько же родной, как и им. А ведь первой столицей БССР был Смоленск. Хоть и недолгое время. В этом году Смоленску 1160 лет. За день до открытия участники общались с ветеранами, посетили места боевой славы. Александр Березин – особенный человек для фестиваля. Вечно молодой мастер сцены Санкт-Петербургского государственного института культуры. Воспитывает будущих режиссёров. Именно он разработал концепцию фестиваля. Не пропустил ни одного. Первый фестиваль был в Анапе. Затем он переместился в Ростов-на-Дону. Все шестнадцать. А сейчас Смоленск. Шестнадцать. Ну, шестнадцать фестиваль, ну, восемнадцать лет пришло. Ну, удивлять не надо, просто надо слышать время, что происходит сегодня, искать те болевые точки, которые перейдят душу человека. Открытие проходит в формате праздничного концерта. Артисты, студенты учебных заведений Союзного государства. И, конечно же, я не мог пройти мимо и не задать им пару вопросов. На фестивале уже восьмой раз, оказавшись здесь аж в 2013 году, понял, что не могу сюда не возвращаться. Вот как видали, вот этот микрофон в руки, я вот так вот с ним вот и езжу в Петербург. Потом вот приходится возвращаться, потому что звукорежиссёр звонит, требует. Но в любом случае, какие бы даты ни были на календаре, на фестивале ты всегда свеж, ты всегда молод. Ну, а те люди, которые тебя здесь окружают, они считаются по праву твоей творческой семьёй. Ну, вот он уже, вот правильно сказал, творческой семьёй. Но у нас ещё и на фестивале зародилась настоящая семья. Именно на фестивале, следующий в 2017 году, в которой, собственно, я встретила Антона, он встретил меня и теперь моя семья. Это прекрасно. Я надеюсь, что, возможно, и наши отношения сложатся когда-нибудь. Ну, а что, Паш, ты никогда не знаешь, где встретишь свою любовь. На самом деле, мы с Фашей удостоились чести представлять Республику Беларусь. Да, на этом фестивале уже во второй раз. В ночь нам году состоялся наш дебют. Я присоединилась к этому фестивалю лет десять назад в качестве конкурсанта и выиграла этот конкурс. Таким сказать, что тогда в жюри был Саша Еловских, который теперь мой очень хороший друг. Я люблю народы России и Белоруссии. Я люблю людей. Я люблю, когда мы здесь встречаемся с нашими дорогими коллегами из Белоруссии. Фестиваль официально открыт. Мы продолжим следить за его подробностями. Совсем скоро состоится конкурс молодых исполнителей. Встретимся на закрытии, дорогие друзья. Ну, а я прощаюсь с вами. Открывайте ваши глазки и смотрите программу Доброй Родницы Белоруссии.